Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии працуе Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуском. У Гомельской области от выплаты сбору по декретии номер 3 у совести с тяжкой житевой ситуацией вызволены больше, чем 500 человек. У медицинских установах Гомельской области распочинается реализация проекта «Электронная регистратура». Афганистан – память у фотосдымках. Уникальный выставочный проект открылся у музея фото у Гомели. И больше подробностей об этом и не только. Каля 13 тысяч человек вызвалили у Гомельской области от выплаты сбору на финансование держвыдатков за 2015 год. Такие дадзины на 15 лютого приводит областная податковая инспекция. Нагадаем, во всех районах в области працуют штодзенные гарачые линии по декретии номер 3. Нумеры телефонов можно знайсти на головных сторонках официнных сайтов у всех гар-райвыконкамов. Так само працуют створенные у выконкамах рабочие группы, которые разглядают заявы грамадян по вызволению их от выплаты сбору. И они вызвалили от выплат 518 человек. Первый наместник керавника администрации президента Максим Рыжанков проведет 17 лютого выездный прием грамадян у Рогачеве. Прием будет проходить у будинку районного выконавчего комитета час с 9 до 11.30. Записаться можно по номерам телефонов, которые вы сейчас видите на экранах. Министр информации Республики Беларусь Лилия Ананич 17 лютого проведет промую телефонную линию для ЖХРУ Гомельской области. Звернуться с пытаниями можно будет с 10 до 11.01 по номере 75-42-99. А кроме того, в этот день запланованы так само прием грамадян по особистых пытаниях. И он пройдет с 11 до 12.01 у будинку областного выконавчего комитета. По передней записи сведется по номеру телефона 75-46-93. На Гумешчине распочинается реализация инновационного проекта «Электронная регистратура». У один информационную сетку плануется объеднать больше 80 медицинских установ региона. Плюсами новой системы потекавился Олег Синсеров. Инновационный проект, который не имеет аналогов в Беларуси, именно так можно назвать систему электронной регистратуры, якая зараз укорняется у медицинских установок Гомельской области. Идея належит администрации областной клиничной больницы. Необходные сроки выдасткованы из областного инновационного фонду. В одну информационную систему будут объединены 82 медицинские установы. От всех центральных районов и гомельских городских поликлиник до буйных амбулаторий, что дозволить урачам на местах оперативно взвертаться за допомогой до специалистов областной установы. В электронном формате формируются направления. К электронному этому направлению прикрепляются проведенные на этапе территориальной поликлиники либо районной больницы обследования, лабораторные, инструментальные проведенные лечения, поскольку это очень важный элемент в консультировании. Для того, чтобы не повторяться, для того, чтобы оценить эффективность проведенного обследования лечения и предложить пациенту при необходимости другие схемы лечения, уточнение диагноза. Стоит лица пациента, то он отримает специальный штрих-код, по яким уже у гомель трапить до конкретного врача. В этом месяце областной поликлинице установили специальное обследование. Правда, у людей стало го взросло, корыстание им, поколь выкликая пыльной тяжкости, на допомогу приходит администратор-консультант. Если человек приезжает из деревни, вопросов очень много. Практически подходишь, и пока ввожу всё сама. Но уже к концу как бы ввода, и получает, когда он талон, и видит, что он может за несколько минут получить этот талон, совершенно не стоя в этой очереди. Сегодня областной поликлинице, да помогу дорослым и детям, оказывают у врачей прикладно 30 специальностям. Штрих-каких относится до категории вузских, и больше ни дел в области в области не представлены. При этом проектом продолжается не только обмен электронными документами, а и особистая консультация медиков. Своевременно переданная информация о пациенте позволит врачу первичного звена по месту жительства в территориальной поликлинике вовремя сориентироваться, правильно назначить рекомендованное лечение, оценить эффект и в случае необходимости связаться со специалистом в областном учреждении, который оказывает специализированную, квалифицированную медицинскую помощь третьего уровня. Для того, как система электронная регистратура працавала без сбоев, во всех кабинетах областной поликлиники установили компьютеры, а урачи пришли ответственную подректовку. В принципе, до полномасштабной работы они готовы поступить хоть зараз, а не укоронение системы потребует пыльного часу по техничных причинах. Зараз система электронной регистратуры находится в режиме пусконаладочных работ. Як чекается в полном объеме, она пошла працавать в другой половине этого года. Причем, распроцовщики обещают самый высокий узровень обороны. Никто обрача урача никакой информации о пациенте доведаться не повинен. Олег Сентяров, Валерий Гопанько, телерадо «Компания Гомель». В Сиротопластных центрах самые низкие цены на жилье у Гомели. Об этом свечут как статистика минулого года, так и селетняя. У студии не середний ценник одного квадратного метра складал 567 долларов. Не на шмат дорожей жилье обыходится у Витебску и Могилеве. А вось у заходних регионах краины кош на жилье стартует от 700 долларов. И, зразумело, самые дорогие квадратные метры оказались у столицы – свыше тысячи долларов. Для тех, кто мает потребу уполяпшения жильевых умов, цена у Гомели за квадратный метр начинается от 325 долларов. Если брать сегодня анализ по 2016 году, то Гомельская область по статистике имеет самую низкую стоимость квадратного метра по всей республике. Что касается господдержки, она составляет 647 рублей. Что касается других, с долевым участием, там и с бюджетом, где-то 747 рублей. Если конкретно касается долевого участия, то тут другая немножко тема. Тут стоимость может быть разной и в каждом населенном пункте, и в каждом микрорайоне города Гомеля. Самые популярные автобусные маршруты – загруженность ухадзинный пик, техничный стан автопарка. Обмерковать ГТ и иншие пытания, которые тычутся деятельности открытого акционерного товариства «Гомели АблАутотранс», завтра можно будет у промым эфиры. Наместник генерального директора по оперовозках Миколай Коноплицкий станет гостем программы «Деалог». Я на выдео эфир на телеканале «Беларусь4» у 19.01.50. Свои пытания, пропоновые и зауваги вы можете выказать по телефону вашей по номеру промога эфиру «Гомели» 77-68-45. Мероприемства, присвеченные Дню памяти воинов-интернационалистов, прошли не только для мемориалов, но и в школах. 25-я Гомельская школа подошла до встречи гоноровых гостей за сабливой увагой. Выстава модели у боевой техники, сделанных учнями, творческие номеры и концерт ансамбля «Блокпост». По словах школьников, живые зносины с теми, хто пройшов выпрабывание войной, много для них значать. И это не выпадково. У школе створены правовые классы, в учниках, арендованы на службу у органах внутренних справ. А кроме школьника, у нас у встречи присутничали и кураторы правовых классов, супрацовники Департамента Аховы. Среди персонала подразделения охраны Гомельской области на сегодняшний день 52 сотрудника или работника из гражданского персонала, которые прошли войну в Афганистане, либо в иных горячих точках, в том числе и в Карабахе, и в Эфиопии. И из этих 52-33 на сегодняшний день в строю. Афганистан – память в фотосдымках. Выставочный проект под такой назвой проставили в Музее фото. У экспозиции 66 работ за собистых архивов воинов-интернационалистов. Весь день некие записы, а тем больше фотографовать во умовах военного часа, строго заборонялась. Тому проставленные на выставе материалы уникальные. Миновитые редкие кадры сегодня допомогают поддерживать память про афганскую войну, про подвиг советских солдат и офицеров. У экспозиции так само особистые речи воинов-интернационалистов розных часов. Паштовки, музычные пластинки, грошовые знаки и многое іншее. У першыню экспозиция была представлена в минулым годе. За гэтый час коллекция фотосдымков пополнилась сотнями работ. Однако выставить у музея удалось только частку Великого фонду. И он будет пополняться и экспоноваться что год. Я воспитывался на фотографиях с фронта моего деда. Я думаю, что эти фотографии нашим детям и внукам будут служить тем же самым рассказом о нашей молодости. Наступный крок – надать в это проекту статус пирасоунаха и в ближайший час представить у Могилеве. ГТ, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by На гэтый выпуск завершенный у студии працавала Наталья Игнаценко. Усяго доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин